Гинеколог назвала средства, которые женщинам нужно выбросить из аптечек, список. Женщины, заботящиеся о своем здоровье, запасаются препаратами и медицинскими средствами на все случаи жизни. Это правильный подход, но часто случается так, что в аптечку попадут разрекламированные вещи, которые на самом деле там не должны быть. О том, какие средства следует выбросить из женской аптечки, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на публикацию гинеколога Елену Арендар в Инстаграм, гель для интимной гигиены. Гель для интимной гигиены не лечит гинекологические заболевания, не поддерживает PH-влагалища. Все это маркетинг, гели для интимной гигиены вообще не нужны, объясняет врач, Гексикон. В его инструкции написано, что он профилактирует заболевания, передающиеся половым путем, сифилис, гонорею, вирус папилломы человека, хламидиоз. Если вы считаете, что используя это средство вы защитили себя и не нужно использовать презерватив, то это не так, говорит Арендар, витамины и комплексы. Если у вас есть недостаток, дефицит, определенных витаминов и микроэлементов, то прием комплексных витаминов не принесет никакой пользы. Потому что состав комплексных витаминов, это минимальная доза микроэлемента, или витамина, которой будет недостаточно, чтобы покрыть недостаток в организме, если он действительно есть, говорит врач, ежедневные прокладки. Вред от использования ежедневных прокладок, особенно с ароматизаторами, это аллергические реакции, раздражение. В результате отсутствия циркуляции воздуха возникает парниковый эффект, нарушение нормальной микрофлоры влагалища, развитие бактериального вагиноза, предостерегает гинеколог. Арендар отмечает, что желательно дважды в день менять нижнее белье, и тогда вам не нужны никакие ежедневные прокладки. Лучше всего, когда белье изготовлено из натуральных тканей. Альтернатива ежедневным прокладкам могут быть многоразовые тканевые, их состав очень прост, слои натуральной ткани, фланели, хлопка, льна, и защитная мембрана, которая пропускает воздух и расположена между слоями ткани. Благодаря этому многоразовые прокладки не создают парниковый эффект, и циркулирующий воздух не дает размножаться бактериям. Единственный минус многоразовых прокладок, это дополнительный уход. Их нужно стирать, говорит Арендар, читайте также о том, можно ли проводить УЗИ во время критических дней. Раньше мы писали о том, какие биодобавки лучше не принимать, чтобы не навредить здоровью.